Доброе утро! Если кто-то из друзей решил скинуться и послать к вам Деда Мороза со Снегурочкой, улыбайтесь! Актёр ведь ни в чём не виноват, но не раздражайтесь! И не говорите ему, что он уже шестой Дед Мороз за день! Друзья ведь как лучше хотели! В новогоднюю ночь всё может материализоваться, поэтому внимательно проверяйте. Дед Мороз, уходя, захватил с собой Снегурочку? И вообще, внимательнее будьте в празднике, внимательнее и к себе, и к людям! А в знак особого предпраздничного внимания мы опять о новостях! И как говорил Волк из замечательного мультфильма, работа у нас такая! Уральские пельмени. Едим помногу и без лени. Тот самый вкус! Работать, развиваться, несмотря ни на что! Идти только вперёд! Такой большой малый бизнес! Строить там, где работаешь! Компания «Лукойл» подписала соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями на Новый год! 14 домов в Пермском крае исключены из списка проблемных. 810 обманутых дольщиков обрели квартиры или получили денежную компенсацию. Новогоднюю ёлку губернатора посетили 2000 детей со всего Пермского края. Бисер. Последний в этом году. О новогодних морозах, развлечениях и росте цен. Приближается конец года. Кстати, вышивка бисером вошла в острую фазу модных подарков. Я вот давеча искал бисера, чтобы подарить женщине. И не нашёл. Хорошо, что у нас он свой, не магазинский. Стас Уланов и его рубрика «Бисер». Всё, что смог. Доброе утро! За новогодние праздники, которые в 2015 году продлятся 11 дней, только промышленность потеряет порядка 10% выручки. В общей сложности в следующем году работающие россияне будут отдыхать 28 праздничных дней. 30 декабря в 18 часов на Эспланаде будет открыт ледовый буквоград. Планируется, что он будет работать 2 месяца до конца февраля. На охрану ледового городка власти Перми планируют выделить чуть меньше 3 миллионов рублей. Празднование Нового года на Эспланаде пройдёт в ночь с 31 на 1 с 23.30 до 4 утра. До этого же времени будет работать общественный транспорт. В новогоднюю ночь в главном ледовом городке Перми развлекать жителей и гостей города будут сразу несколько Дедов Морозов. Восточный, рокер, диджей. В полночь и 2 часа ночи пиротехническое шоу. Организаторы заявляют, программа полностью новая и повторяться не будет. Но кто именно выступит для пермяков, держат в тайне. Как сказал начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми Вячеслав Торчинский и выступления понравятся всем. Уже традиционно в ледовом городке будет работать резиденция Деда Мороза. Она откроется 2 января, её работа продлится до 11 числа. Дети смогут прийти к главному сказочнику страны, чтобы прочитать стихи и просто пообщаться. Здесь же в празднике пройдёт этап Кубка России по снежной и ледовой скульптуре. На мероприятие заявились участники сразу из 6 стран, даже из экзотических Малайзии и Таиланда. Самые эпические премьеры в кино с 1 января – «Исход царей и боги» о том, как море развести руками и сказка-фэнтези, снятая в США Сергеем Бодровым «Седьмой сын». А ещё можно на каток сходить или на лыжах покататься. Праздники! На днях прочитал – в новогоднюю ночь в Перми может похолодать до минус 34 градусов. Возможно, конечно, всё, но вот что по этому поводу думают дипломированные специалисты. Принципиальных изменений по сравнению с выходными днями в новогоднюю ночь температура не изменится. То есть она также будет около климатической нормы, то есть в районе минус 14 градусов, среднесуточная температура. Понятно, что ночь чуть-чуть будет пониже, там может быть 18 градусов, днём может быть чуть повыше, может быть 12 градусов. Также будут небольшие снегопады, то есть вот по существу такая классическая новогодняя ночь нас ожидает. Начало праздничных дней, то есть первое начало января, опять же, характер погоды принципиально не изменится. Но, то есть среднесуточная температура будет около климатической нормы, минус 14, минус 15 градусов, возможно, небольшие снегопады. В новом году вырастут коммунальные тарифы в Прикамье. Это случится с 1 июля. В среднем по краю рост тарифов составит на тепловую энергию 8,9%, на водоснабжение и водоотведение 9,1%, на газ 7,5%. Тариф на электроэнергию для городского населения поднимется приблизительно на 9,4%. Для проживающих в сельской местности на 11,2%. Уже с четверга за проезд в общественном транспорте придется платить по 16 рублей. А также в России запретят растительные продукты из стран ЕС и СНГ. Под ограничение ввоза попали фрукты, овощи, зелень, сухая трава, чай, орехи из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии и Евросоюза. Из других стран разрешается ввозить товары из перечня в количестве, не превышающем 5 килограммов на человека. А я поздравляю вас с наступающим. Следующий бисер уже в новом 2015-м. До встречи, теплых праздников! Вот если верить тому, что наши мысли материальны, то думать стоит только о хорошем, надеяться на лучшее и всегда помогать тем, кто нуждается в поддержке. И у Пермского края здесь хорошие традиции. Губернатор Виктор Басаргин навестил маленьких пациентов палаты интенсивной терапии онкогематоцентра и вручил им новогодние подарки. А также побывал на губернаторской елке, где поздравил детей, которые собрались со всего Пермского края. 9-летняя Ксения Москвина вместе с другими маленькими пациентами онкоцентра краевой и детской клинической больницы приготовила сегодняшнему гостю подарок. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин поздравил сегодня детей, проходящих здесь лечение с Новым годом. Как дела? Нормально. Новый год ждет? Да. Ну отлично. Новый год придет, принесет новые радости, реализуется все задуманное. Я желаю вам здоровья, чтобы все было новое. Спасибо. Самое главное верить, что будет успехов. Сокон занимаешься. Молодец. Боксом 8 лет. Я думаю, что это как раз поможет преодолеть убыль. Спасибо тебе. По сложившейся за последние годы традиции губернатор навестил и детей пациентов палаты интенсивной терапии детского онкогематоцентра. Для них важна такая моральная поддержка и, конечно, очень их порадовали новогодние подарки. Сегодня же состоялась главная елка Пермского края, которую посетили дети со всего Прикамья. В ней приняли участие отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей и воспитанники детских домов. А в фойе юных гостей праздника ждали не только новогодние подарки, но и возможность поучаствовать в различных творческих мастерских, где за работой они могли поделиться впечатлениями от праздника. Благодаря вашим стараниям, благодаря вашим знаниям, сегодня Пермский край по числу победителей различных олимпиад, школьных олимпиад находится в десятке сильнейших в Российской Федерации. Это ваша заслуга. Спасибо вам огромное за это и низкий вам поклон. Мне очень понравилось то, что как, я не знаю, как их даже называть. Когда танцевали девочки, у них как-то все было очень четко, отрапетировано. Не все так смогут. Одинаково прям. Да. Очень красиво было. Оригинально был выход. Чей? Вот сейчас, который тебе сельчики были катались. Кубернаторская елка стала центральной детской площадкой празднования Нового года в Пермском крае. Тысячи детей, принявшие в ней участие, увезли домой море ярких впечатлений и разнообразные новогодние подарки. Александр Камский, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Под подарок к Новому году получить всегда приятно. Но особенно, если ждать его пришлось почти 10 лет, сразу 195 человек скоро сменят статус «обманутый дольщик» на «собственник». Подробности из репортажа Рити Сабараускаса. Тишина и застой наконец-таки закончились. Первая очередь многострадального проблемного дома на Ушакова, 21, наконец-таки сдана. Первые жильцы заселятся сюда в следующем году. И не в марте, как-то планировалось изначально, а уже в январе. Досрочно объект сдала компания ПЗСП. Именно этого застройщика выбрали сами дольщики. Меньше чем за год в двухдесятиэтажных и одной шестнадцатиэтажной секции пришлось выполнить монтаж всех внутренних сетей, вставить окна и выполнить отделку. Сейчас хочу сказать, что благодаря все-таки губернатору по ИЖК, слову Демкина Николая Ивановича, построены три секции. Первая очередь, буквально до 31 декабря, сегодня будет сдана. Решение проблем обманутых дольщиков активно началось в 2012 году, когда к процессу подключился губернатор Виктор Басаргин. Правительству и по ИЖК пришлось найти решение по каждому случаю и уже есть результат. Из списка проблемных исключено 14 домов по всему краю. Вы видите их на экране. 810 дольщиков заехали в свои квартиры или получили денежную компенсацию. Вместе с правительством по ИЖК по поручению Виктора Федоровича Басаргина принялось за достройку этого дома и удалось закончить данную часть объекта до конца этого года. Мы, конечно, это дело приветствуем и очень рады. Это позволит уже в следующем году, в начале следующего года, передать ключи примерно 195 обманутым дольщикам. Появился просвет и по достройке всего комплекса. Вторую очередь объекта также достроит ПЗСП. А это еще 282 счастливых новосела. Вчера мы с Министерством строительства поставили последнюю точку. Все разногласия сняты. Предварительный договор у нас с ЖСК подписан. Теперь он будет трансформирован в основной договор. За это время мы не теряли время даром. Все подготовительные работы для начала работ по второй очереди выполнены. После Нового года начнем работать. Ритя Сбарауско с Георгий Тимофеев. Телекомпания «Ветта». Вот всю жизнь, каждый день мы стоим перед проблемой выбора. Ну да, а что вы удивляетесь? Чем позавтракать? Что надеть? Куда пойти? Я уже не говорю про вопрос, с кем все это делать. Вот как пермики решают проблему выбора места? А пусть люди расскажут. Партнер рубрики «Сеть магазинов головных уборов и аксессуаров» Лерой. Я думаю, что лучше Новый год отмечать дома с родителями, поскольку это семейный праздник. Дома, в семье – это домашний праздник. Без разницы, где дома, в гостях, лишь бы с семьей, с близкими, с родными. Я думаю, что дома, в семейном кругу, потому что я считаю, что это семейный праздник. Я дома, потому что у меня маленький ребенок, и в гостях с ним не очень легко. Поэтому мы в этом году будем отмечать дома. Лучший дом, я считаю, это домашний праздник, уютный и создающий атмосферу единства. Сначала в кругу семьи, а потом с друзьями, в гостях. Вот как говаривала моя матушка, поглощение пищи без радости превращается в скучнейшее занятие. Так вот, друзья, решая, как вы будете встречать Новый год, обязательно уделите внимание праздничному столу. На нем должны быть в изобилии овощи и фрукты. И используйте как можно больше зелени, петрушки, салата, укропа. Ведь грядет год овцы как-никак. О том, без чего я лично не представляю тот самый вкус Нового года, смотрите прямо сейчас. Здравствуйте! Тот самый вкус в эфире. Сегодня какое? 29 декабря. Значит, самое время лепить пельмени. Готов я преклонить колени пред тем, кто выдумал пельмени. А мы, уральские пельмени, едим помногу и без лени. Сегодня я не один. Сегодня я с двумя очаровательными женщинами. Слева от меня очаровательная Татьяна Ферулёва, начальник отдела сбыта Краснокамского мясокомбината. Справа Юлечка Кваша, начальник отдела продаж хозяйства Великоленское. Ну, продукции того и другого предприятия, дорогие мои, вам отлично знакомо. Это же тот самый вкус. Но перед тем, как мы начнем стряпать пельмени, у меня для наших гостей есть по сюрпризу. Итак, новогодние шарики, пожалуйста, откройте, доставайте, одевайте. Итак, милые дамы, кто что будет делать? Юлечка, вы? Я буду заниматься тестом, делать сочные для пельменей. Прекрасно. Танюш? Ну, а я, конечно же, фаршем. Правильно, а я буду контролировать, согласны? Договорились. И травить, как всегда, интересные байки. К работе. А вы знаете, кстати, милые мои барышни, откуда произошли пельмени? Нет? Историй масса. Но все-таки самая главная история, и это проверено и доказано, что пельмени – это наше исконно пермское блюдо. Почему? Да потому что пель – нянь, коми-пермятское слово. Пель – это что? Это ухо. Нянь – это что? Это хлеб. Хлебное ухо. Слушайте, вы так быстро все делаете. Очень правильно, Танюшка, что добавляете именно молочко великоленское. Почему? Да потому что натуральные, цельные бутылочки. Уже пора стряпать, по-моему, да? Конечно. Давайте начинаем. А вы, кстати, знаете, девчонки, что вот раньше, это мне моя бабушка рассказывала, все пельмешки, как только ударяли морозы, стряпали семьями и даже целыми деревнями. Сидели, пели песни, рассказывали о житье, бытие, наготавливали их целыми мешками. А мешки куда? Холодильников-то не было. Мешки на мороз, в сарай. Мужики идут в лес, пельмени в котонку, пришли, взяли в котелке, снег растопили, пельмени туда бросили, свалили, похлебали, поели. И сытехоньки. Сытехоньки фарш. Вкусный, сочный, мягкий, да он не может быть другим, потому что это же фарш от Краснокамского мясокомбината. Три дня всего от фермы до прилавка. Девочки, вот вы заворачиваете мясо, а вы что-нибудь слышали про сюрпризы? Да, конечно, слышали. В нашей семье было принято класть в пельмень монетку, и кому она достанется, у того будет богатым в следующий год. Правильно. А вы какой-нибудь сюрприз знаете? Да, тоже счастливые пельмени делали, с перцем, с черным перцем. Перец кладешь, это значит, будет год любви. Любовь будет с такой перчинкой, что ли. А я слышал так, что берешь, когда пельмень, просто катышек теста, и пустой пельмень получается. Это значит, просто год будет хлебным и удачным. Пока пельмешки у нас доходят и варятся, у вас сейчас, милые мои дамы, есть возможность пожелать всем пельмякам то, что вы хотите им пожелать. Дорогие и уважаемые жители Пермского края, от лица Краснокамского мясокомбината мы поздравляем вас с наступающим 2015 годом. Желаем вам отменного здоровья, успехов, удачи, большой любви. И пусть у вас на столе всегда присутствует продукция нашего Краснокамского мясокомбината. От производителя Великоленского я поздравляю всех наших потребителей с наступающим новым 2015 годом. Желаю всем счастья, здоровья, удачи, любви. Самое главное – здоровья от натуральной продукции. Как говорится, чтобы быть здоровым, нужно пить натуральное молоко от коровы. А давайте все вместе подуем, чтобы скорее стали. Отлично. И делай раз, делай два, делай три. С Новым Годом! Перец! Перец! Партнеры проекта «Краснокамский мясокомбинат», молочная классика от Великоленского и кафе «Сказка». Россияне провожают Старый Год с новой бытовой техникой и автомобилями. На фоне новостей про неуклонно растущие курсы евро и доллара большинство наших сограждан вложили свои рубли в покупку дорогостоящих вещей. Если стиральные машины, плазменные телевизоры, микроволновки есть пить не просят, с автомобилями дело обстоит иначе. Основная затратная статья здесь какая? Ну, конечно же, бензин. Вот как и почему меняется стоимость топлива в России, расскажут эксперты нашей рубрики «Сегодня на рынке». Партнер рубрики «Сегодня на рынке» Телетрейд Урал. Телетрейд. Эксперт на финансовом рынке. Чем дороже нефть, тем дороже бензин. Но в обратную сторону эта цепочка не работает. Цены на нефть в мире снижаются, а бензин в России все равно дорожает. Дело в том, что сейчас в США найдены сланцевые запасы, именно в Техасе. В связи с этим выходит новый контрагент на мировой рынок нефти. Вследствие этого идет падение цены на нефть, идет и дальнейшее падение рубля. Объясню почему. Все просто. Дело в том, что закладываются в государственный бюджет расходы и доходы нашей страны как раз-таки на ближайший год, на 2014 или уже 2015 годы. Заложено по цене за одну бочку нефти, за один баррель нефти, 100 долларов, мы должны получать 4500 рублей. В связи с этим, да, со 100 долларов мы упали уже до 60. В связи с этим идет и удешевление рубля. Это вынужденное ослабление, дабы закрыть дыры в бюджете. Закрывать дыры в бюджете, по словам аналитиков, приходится и крупным нефтяным магнатам. Как следствие, россияне видят дальнейший рост цен на топливо. Переработчики бензина, также их добытчики должны избавляться от своих недостатков в своем же бюджете, да, в бюджете предприятия, как раз-таки за счет удорожания внутренних цен. Издержки на производство остаются теми же самыми. Да, это зарплата людей, добытчиков нефти, зарплата переработчиков, какие-то другие издержки производственные, да, они истуются теми же самыми. Основной доход нефтяных компаний идет от продажи нефти за границу. Основной доход, как раз-таки основной доход и государственного бюджета Российской Федерации за счет как раз-таки продажи нефти идет за границу. Плюс он ко всему, чтобы как раз-таки минимизировать свои расходы, да, и стабилизировать свой бюджет внутри уже предприятия, да, таких крупнейших корпораций, как Роснефть, Лукоил, там, Башнефть и так далее. В связи с этим корпорации пошли на то, чтобы удорожать цен на бензин порядка 30%. Хотя снижение нефти на мировой арене произошло уже порядка 40-45%. Федеральная антимонопольная служба России усмотрела в действиях нефтяных компаний признаки манипулирования ценами. На Санкт-Петербургской как раз-таки товарно-серевой бирже были замечены некоторые спекулятивные операции в доле секунды. В связи с действиями Федеральной антимонопольной службы цены на нефтепродукты и стабилизировались. Впрочем, автомобилистам от этого не легче. В общей сложности цены на 92-й и 95-й бензин в России с начала осени выросли на 8%. По прогнозам финансовых аналитиков, в следующем году тенденция роста стоимости топлива сохранится. Ожидается еще большее поднятие цен на уровень уже порядка 40 рублей за литр топлива. Но, опять же, это не такое большое удорожание, даже если по сравнению с удорожанием пары долларов. В связи с увеличением ключевой процентной ставки Центробанком до уровня 17%, как раз-таки стабилизировало на кратчайший срок курс рубля. Что будет дальше, все зависит от действия как раз-таки Центрального банка Российской Федерации. Варианты развития. Либо мы будем стабилизироваться на этой же отметке, то есть рубль остановится на отметке 60-70 рублей, либо же мы в следующем году увидим отметку пары доллар-рубль уже на отметке 100 рублей за доллар. Философы в таких случаях советуют не нервничать по поводу событий, которые мы не можем контролировать или изменить. И в данной ситуации эти рекомендации созвучны с мнением экономистов. Например, известный в России специалист по практической организации бизнеса Сергей Петенко считает, что человек в среднем за свою жизнь переживает 5-7 экономических кризисов и заветует не уповать и на государство, а всегда быть готовым к следующему. Вот все-таки в Госдуме сидят люди широкой души. Ну, а чего мелочиться? Целый день в подарок. Вот это я понимаю. Это по-нашенски. Можно было бы, конечно, зарплаты подбросить. Ну, день так день. Ну и кроме этого есть еще новости. И именно о них наш пресс-парад. Судьям повысили оклады на треть. Подписано распоряжение, предусматривающее повышение ежемесячного денежного поощрения судей на 30%, пишет «Комсомольская правда». Документ был опубликован на сайте Кабинета министров. Повышать зарплаты судьям будут постепенно в течение ближайших трех лет. Как говорится, в документе принятое решение направлено на реализацию указа президента о совершенствовании системы госуправления. По мнению экспертов, повышение зарплат судей – правильное решение. Но чтобы правосудие в России стало более независимым, нужно также предоставлять судьям гарантии сохранения их уровня жизни после прекращения полномочий. Сообщает корреспондент издания Елена Кривякина. Руководство управления строительством попалось на взятки от частного охранного предприятия в 250 тысяч, сообщает коммерсант. Изданию стали известны подробности операции правоохранительных органов Прикамья в департаменте ЖКХ Перми, в ходе которой было задержано все руководство управления строительства города. Так, следственными органами и оперативниками краевого управления ФСБ был задержан Сергей Глушко, заместитель руководителя управления строительства Перми. Ему, как и его непосредственному начальнику Сергею Диеву, инкриминируется получение взятки в размере 250 тысяч за подписание актов выполненных работы и оплаты услуг ЧОП. Частное охранное предприятие, как говорят источники, оказывало услуги по охране строительной площадки на набережной, пишет автор статьи Максим Стругов. Рособорнадзор запретил двум пермским филиалам московских вузов принимать абитуриентов. Один из них все же готов набрать первокурсников. Читаем в электронной версии еженедельника «Новый компаньон». Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в декабре был утвержден запрет на прием абитуриентов 12 вузов страны. Причина связана с неисполнением предписаний, выданных по итогам проведенных проверок. Из опубликованного списка в Перми есть филиал МСИ, а также представительство Института психотерапии и клинической психологии. В филиале МСИ корреспонденту издания Максиму Артамонову сообщили, что не знают о запрете федерального ведомства и планируют начать прием абитуриентов в январе. Новый 2015 год отметит рекордное количество россиян – 96%. На подготовку к Новому году, включая подарки, украшения, елки и праздничный стол, 44% граждан планируют потратить до 5000 рублей. Подсчеты вела газета «Известия». Предновогодний опрос Левода-центра показал, что Новый год отметят 96% россиян, а длинные новогодние каникулы большинство проведет в домашнем режиме. Однако возможностью отдохнуть воспользуются не все, как всегда выделяется процент трудоголиков. 96% россиян является самым высоким показателем, начиная с 1997 года. Этот пик также был достигнут в 2011 и 2012 годах. К примеру, в кризисном 98 году праздновать Новый год были готовы 89%, а в 2008 – 92% россиян, пишет корреспондент издания Мария Самохвалова. Экономика, в которой не бывает банкротств, наверняка обанкротится. Вот так говорят финансисты. И они же подчеркивают, что порою банкротство – хороший бизнес. Я бы добавил, особенно в России. У нас, если банкрот, то как можно более крупный. В связи с этим я хочу загадать желание. Пусть в новом году банкротств не будет вовсе. Их отсутствие – признак того, что красть уже, в принципе, ну, по-моему, больше нечего. Когда городообразующее предприятие становится банкротом, то массовое увольнение сотрудников – неизбежность. В случае с управляющими компаниями здесь убытки несет поставщик ресурса, как правило, многомиллионные. Из-за этого могут возникнуть проблемы и у населения. В последнее время участились случаи преднамеренного эффективного банкротства. Ущерб криминальные банкротства причиняют, во-первых, кредиторам. Это, безусловно, и банки, которые дают займы кредиты организациям. Безусловно, ущерб причиняется и поставщикам. То есть кто-то предоставил товар в связи с банкротством, безусловно, ему встречное возмещение не передается. Конечно, страдают простые граждане. В результате банкротства не могут лишиться зарплаты, выходного пособия. В стороне не остается и государства, поскольку организации-должники не платят налоги. Если обратиться к статистике, то в среднем предприятие банкрот погашает не более 5,5% от суммы долга. Столь большая доля невозврата, как правило, носит криминальный характер. Руководители организации-должника придумывают достаточно сложные схемы по выводу активов. Второе. Руководители организации-должника, безусловно, с тем, чтобы не предоставить активы кредиторам и максимально завуалировать свои незаконные действия, стараются контролировать процедуру банкротства. Зачастую фиктивный должник сам подает заявление о признании себя банкротом. И уже впоследствии при выборе арбитражного управляющего, отвечающего за процедуру банкротства, фиктивный кредитор, как правило, просит назначить своего человека. И он выступает на стороне должника. Только за минувший год в Пермском крае рассмотрено 600 дел о несостоятельности банкротства. С нетерпением жду нашу рубрику «Правила денег» от Надечки Емельяновой. Во-первых, деньги – это всегда актуально. Во-вторых, мне теперь понятно, почему один из банков в своих смс-ках начал сообщать о сокращении лимитов по кредитным картам. Кризис. Я сразу вспомнил 90-е. Тогда знаете, какая шутка ходила? Все средства хороши, кроме безналичных. Спонсор рубрики «Магазин сувениров Ренессанс». Дорогие подарки для дорогих людей. Добрый день. Еще утром, 16 декабря, мне звонил менеджер одного розничного банка и настойчиво предлагал воспользоваться кредитной картой. Теперь банки вводят кризисные меры. Одна из них – сокращение лимитов по кредитным картам. Первым это сделал «Русский стандарт». Одному из клиентов банка, поделившемуся новостью с газетой «Ведомости», лимит сократили с 500 до 8 тысяч рублей. В банке пояснили, решение о пересмотре лимитов для части клиентов принято с учетом рекомендаций Банка России по снижению возможной долговой нагрузки населения. Сокращение затронуло около 20% держателей карт. В первую очередь кредитный лимит уменьшили тем, кто имел карточку на всякий случай и почти не занимал у банка. Якобы тех, кто кредитки использовал активно, изменения не коснулись. Не уменьшили лимит также клиентам премиального сегмента и тем, у кого в банке открыт депозит. Помимо русского стандарта, лимиты по кредитным картам уже пересматривают банк связной. В хоум-кредите также рассматривают такую возможность. Это были правила денег. Вот я всегда говорю тем, кто помоложе. Помните о том хорошем, что вы умеете. А что не умеете, тому учитесь. Вот сколько живу, столько и учусь. И в этом заслуга очень многих людей, что встретились мне в жизни. Прямо сейчас наглядный пример того, как нужно строить отношения там, где ты живешь и работаешь. В компании «Лукойл Перм» подписали соглашение о сотрудничестве между предприятиями группы «Лукойл» и муниципальными образованиями региона на Новый год. В планах продолжения строительства модульных сооружений планируется построить еще 21 фельдшерско-акушерский пункт и 5 сельских домов культуры. Средства также будут направлены на строительство 8 детских садов, целого ряда объектов спортивного и культурного назначения. Надеюсь, что новое соглашение, которое сегодня будет подписано, принесет новые результаты на благо Пермского края, на благо жителей районов, которые вы здесь представляете. Такие соглашения уже не первый год. Я считаю, что компания «Лукойл» – это одна из лучших компаний сегодня, которая занимается социальным инвестированием на территориях своего присутствия. На встрече подвели итоги взаимодействия в уходящем году. В рамках соглашения между компанией «Лукойл» и «Краем» в районах появилось 17 детских садов, 15 школ, 26 медицинских учреждений, 7 спортивных объектов и 10 учреждений культуры. Также в этот день лукойловцы наградили победителей конкурса «Прикамская лавочка». Его участники построили у себя 21 аллею отдыха, а это 420 стилизованных лавочек и свыше 100 арт-объектов в 16 районах края. Награды вручены всем участникам. А первые три призера получили в подарок детские площадки, которые будут построены в 2015 году. Когда вокруг красиво, креативно, а еще и с помощью самих себя создано, это совершенно другое иное отношение к жизни. «Прикамская лавочка» стала поистине народным проектом. Идеи, так сказать, мечты начинают сбываться, притворяться в жизнь. И в конце мы опять имеем собственное удовлетворение от того, что мы сделали на благо жителей Пермского края. Получили заслуженные награды в этот день и журналисты районных СМИ в рамках ежегодного конкурса «Лукоил Пермь. Черное золото при Камье». Почти все материалы были посвящены 85-летию пермской нефти. Александр Камский, Евгений Килев, телекомпания «Ветта». Работать, развиваться, несмотря ни на что. Идти вперед, только вперед. Друзья, это я о малом бизнесе, который у нас в крае живет и работает. Вот вам, кстати, пример. К этому человеку приходят все. Она вне конкуренции. А почему? Да потому что прислушивается к запросам потребителей. Здравствуйте. Это рубрика «Такой большой малый бизнес». Мы продолжаем рассказывать об успешных предпринимателях Пермского края. Сегодня необычный выпуск. Нас пригласили на фотосессию в Колтаево. Дело в том, что герой очередной рубрики, фотограф и владелец фотосалона Юлия Ярыгина. Юлия, я нормально стою? Убайся, я снимаю. Хорошо. Фотография всегда была событием в жизни людей. Они причесывались, помадились и надевали лучшие костюмы. И если кто-то считает, что эта традиция сегодня давно в прошлом, то мы готовы поспорить. Приезжайте в село Колтаево. Здесь все, как в старые добрые времена. Каждый снимок имеет ценность, уверена Юлия. Фотография на документы тоже может стать произведением искусства. Это единственное место, где можно сфотографироваться на документ. Вообще, как бы, по Пермскому району, в Верхних Мулах есть фотосалон из Колтаева. И поэтому из Ускачки, из Нижних Мулов, из Колтаева, из ближайших деревень, сел, все сюда едут фотографироваться. Дело Юлии Ярыгиной вне конкуренции. В этой студии всегда есть посетители. Ведь это единственное место в округе, где можно сделать фотографию на паспорт, военный билет или удостоверение. Фотосалон Юля открыла по совету местных властей. Просто однажды спросила у главы администрации, что требуется жителям села и какого бизнеса не хватает. Раньше было по три-четыре клиента в день. Я так переживала, думала, ой, бизнес не развивается, что делать, надо закрываться, наверное. Но сейчас сарфанное радио сработало, и сейчас люди идут. Потому что бизнес уже работает, главное начать колесо закрутить, а дальше оно уже крутится будет само. И кризис нам не страшен. Юлия уже давно занимается не только фотографией. Про ее салон в Колтаево говорят как бюро добрых услуг. Здесь сканируют документы, распечатывают, копируют, обрабатывают снимки, поставляют сувенирную продукцию, делают визитки, упаковывают подарки, оформляют свадьбы, составляют букеты, шьют на заказ, надувают гелием воздушные шары, продают фоторамки, констовары, шнурки, подарки и маскарадные костюмы. Для того, чтобы стать предпринимателем, совсем не требуется стартовый капитал. Главное составить бизнес-план. В этом Юлия убедилась, когда принимала участие в конкурсе «Ты предприниматель». Конечно, я хотела получить главный приз. Но больше всего я получила опыт, новое знакомство, общение с людьми, общение с преподавателями, которые дали новые идеи для развития бизнеса. Мы прямо сидели, записывали все внимательно. Что-то уже я внедрила в свой бизнес. Если еще будут такие программы, я хочу в них участвовать. Даже в день своей свадьбы наша героиня не расстается с фотоаппаратом. Невеста сделала пару снимков на память. Все-таки она профессиональный фотограф. Бизнес помог и в личном счастье. Благодаря работе в салоне у Юлии появилось много знакомых среди поставщиков цветов и свадебных украшений. Молодожены сами оформили зал для торжества. Кстати, ее муж тоже предприниматель. Самая большая мечта для меня, для моего бизнеса, это, конечно же, расширение и приобретение собственного помещения. Потому что у нас сфер много, услуг много. И я бы хотела эти сферы расширить по отдельности. Маме, допустим, свой швейный салон сделать, себе отдельный фотосалон сделать, сделать отдельно цветочный магазин. То есть все сферы, которые сейчас представлены, ну, такие как маленькие отдельные ниши, они бы существовали как отдельный бизнес и приносили мне радость, радость людям. Вот оба наших редактора, и Сергей Штерн, и Дмитрий Кутявин считают, что с утра об интимном, ну, это неправильно. Парни, вы еще молоды, поэтому не понимаете своего счастья. Есть ли об интимном, правильном в любое время? Между прочим, Оля Филипповская совершенно со мной согласна. А я настоял, чтоб и с утра про это тоже было. Прекрасные букеты и подарки от Вега Флауэрс Галерии. Рад до встречи. Вы заметили? Мужчины всегда ждут от нас именно в Новый год чего-то особенного. Мы готовы поддерживать это ожидание. Если б мы только знали, чего особенного-то может быть. Подумайте сами. Вы живете вместе 15 лет. У вас двое детей. Мальчик уверен, что папа волшебник. А девочка уверена, что мама успешно папу учит. Оба ребенка давно понимают, что Дед Мороз под елочку не кладет ничего. А складывает туда мама или папа в худшем случае бабушка или дедушка. Потому что все западные фильмы учат нас, что это мы должны складывать под елочку бабушке и дедушке разные подарки. Кому пояс из собачьей шерсти, кому браслет от давления. Что называется по вкусу и по кошельку. Вернемся к тому, с чего мы начали. О мужчинах. Мне почему-то кажется, что наряд снегурочки в спальне не очень будет их радовать. Мне представляется, что наряд белоснежки и красной шапочки у местной на детской елке тоже не порадует их новизной. Потому что все наши мужчины смотрят определенного сорта мультфильмы. И это наша с вами беда, что они смотрят их не вместе с нами. Не улыбайтесь грустно. Я знаю очень много счастливых пар, нашедших свое счастье после совместного просмотра этой пошлятины. Нет, конечно, Москва слезам не верит и ирония судьбы бьют все рекорды просмотров. Но потом все вытирают слезы и понимают, что это кино. В жизни все иначе. Я надеюсь, за 15 лет совместной жизни вы уже понимаете, какая сказочная героиня больше всего привлекает вашего спутника жизни. Я верю, что вы вошли в этот образ и ни в коем случае не выйдете из него вплоть до 1 января. Курс доллара или евро не может помешать вашим отношениям ни в коем случае. Потому что это уже случилось. А ведь мы с вами говорим о настоящем чувстве. И потом, вы знаете, я взрослая девочка, но в чудо я верю по-прежнему. И вам советую. С вами была я, Ольга Флиповская. И программа «Макин-2». Вот мало просто сказать. Я тебя уважаю. Поступок, достойный того, чтобы человек, включив телевизор и увидев нашего гостя дорогого, сказал, вот это мужик, вот это я понимаю. Встать в 6 утра, чтобы поздравить меня всех с наступающим Новым годом. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Бурнашов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос очень простой. За что вы любите Новый год? Ну, скажу откровенно. Я люблю Новый год, потому что как минимум 3 дня – это радость и ожидание. Или ожидание радости. Вы, наверное, думаете, что взрослые не верят в чудеса. А мы верим. И даже возможность немножко побыть волшебником для своих детей, близких, дает такой мощный заряд добра, что хочется верить, что любовь, искренность, улыбки будут частыми гостями в нашем доме. Я люблю этот праздник, потому что он яркий, добрый, щедрый. Это праздник, который мы все, безусловно, ждем целый год. Замечательно. Вот вы говорили о сюрпризах, о волшебстве и о чуде. У нас для вас тоже приготовлен небольшой сюрприз. Правда? Спасибо. Вот в этом новогоднем шарике, этой новогодней игрушке, спрятано специальное предсказание на Новый 2015-й именно для вас, от нашего астролога Александра Патракова. Будьте любезны, откройте шарик. Очень любопытно. Буду знать, да? Обязательно. Что меня ожидают в следующем году? Да-да, лично вас. Коза напоминает. Капуста со своего огорода всегда вкуснее и полезнее. Турдолюбиво вы сделаете ваш участок и сможете собрать богатый урожай. Ну что ж, по-моему, очень актуально и точно. Лучше не придумать. Итак, Алексей, я от своего имени и, конечно, от всей нашей телекомпании Ветта поздравляю вас с новым 2015-м годом. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Это взаимно. Я уверен, что будет еще и лучше. С Новым годом. С Новым годом. Новый год на носу. И вокруг все тревожно рассказывают, кто чего успел купить. Ударение ставят на слово «успел». Кризис. Эх, мало люди все-таки извлекают уроков из жизни. Не напасешься. Любовь-то в трехлитровую банку не закатаешь, чтобы открыть в трудное время и чтобы всем досталось. Друзей тоже не насолить на всю жизнь. Про меня вообще друзья шутят. А зачем тебе, Миша, телевизор? Ты же сам себе все, что хочешь, вот прямо в зеркало расскажешь. Вот как не заставляй себя думать только о хорошем. Ничего не выйдет. Это как, не думайте о белом медведе. Если вас спросят об этом не думать, вы будете думать только об этом. Прежде чем купить себе восьмую стиральную машину, шестой телевизор, вы подумайте. А хватит ли у вас друзей, чтобы потом все это вам помочь поднять. И если вы поняли, что хватит, то ваша жизнь точно удалась. Так что, ребят, хорошего дня. Торопитесь медленно. Пробки. По прогнозам синоптиков, в понедельник 29 декабря в Перми ожидается облачная погода, небольшой снег, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха минус 10, минус 13 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова